МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, мам. Сыночка, постоль полминуточки, спокойно. Хорошо. Поворотись-ка, сынку. Ты сколько привет, гарант. Доброе утро. Света, это все, что ты можешь сказать брату в первый рабочий день? Мы тебя выбрали, мы тебя, если что, и снимем. Ну, это понятно. Мамуль, у меня нет времени. Где конферен? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, значит, это салатик, котлеточки и термос с борщиком. Потом принесешься назад. Мам, ну зачем это все? Я мог пообедать в центре. В центре? Там все дорого. Хорошо, это все. А, сейчас, сейчас, сейчас. Самое главное. Булавка зачем? Булавочка от оппозиции. У них там у всех недобрый взгляд, чтобы не сглазили. Ты бы мне еще осиновый кол положила. Тут же. Ваденька, кстати, не руби там с плеча, находи общий язык с людьми. Может, я с тобой пойду? Мамуль, я педагог. Я разберусь. Да уж разберись. Сороковник скоро. Да и давай вон он. Петя, иди, скажи что-нибудь на дорожку, сын. Не просри страну, сынок. Есть. Батя, поцелуй. Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики «Браво!» Персональный самолет Мне выделил народ А что, имею право На животу вот тут Набьют аду Слуга народа Доброе утро, господин президент. Доброе утро, Юрий Иванович. Как спалось, Василий Петрович? На удивление крепко. Это правильно. Глава государства должен Крепко и сладко спать, Невзирая на внутренние обстоятельства И внешний долг. Вы знаете, мне очень понравилась Ваша речь на инаугурации. Правда? Да. Только вы можете так красиво И долго, и умно говорить И при этом абсолютно ничего В конечном итоге не пообещать. Это просто пять баллов. А ваше появление на такси Это высший пилотаж. Именно этого от нас ждет электроарт. Что это такое, Юрий Иванович? А где машина президента? На техобслуживании. На техобслуживании машина ваша. Василий Петрович, А этот ничем не хуже. У меня у самого такой же, поверьте. Юрий Иванович, Вы так ничего и не поняли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Василий Петрович! Минуточку, Василий Петрович! Господин президент! Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Узвели. Да, Василий Петрович. А вы молодец. Честно признаться, не ожидал. Только это не совсем правильно. Что именно? А то, что нужно было как-то осветить наш этот воеж, пригласить в СМИ. А то получается, что мы как-то в холостую будем ездить. Юрий Иванович, это не очередной пиар-ход. Я так собираюсь добираться на работу всегда. Что ты делаешь? Я хочу подогреть блинчики. Она не работает. И что мне делать? Кушать холодными, они не так вкусные. Подай сахар. Квартира президента. Халупа. Я тебя давно просила, прикрути нормально. Да тут крути не крути. Все на ладан дышит. Одно слово, что квартира большая, а так склад в музее твоей мамочки. Интересно, что тебя не устраивает? А тебя все устраивает. Тропинка до туалета, что корову на водопое протоптали. Да, паркет. С лаком двадцать лет встретиться не могут. Обои, восемь слоев, отваливаются. Ненароком пришибут кого. Что тебе мешает? Возьми и переклей. Я отец президента. Мать, ты интересная. Ты видела, чтоб Кучма пищуку обои клеил? Видела? Ненавижу, ненавижу всю эту мебель. Этот диван, это кресло, эти часы, эти... Так, это что такое? Петя, Петя! Это что такое, а? Успокойся, это память. Та же память, что та машина, что под окном стоит. Подарок тестя. Никогда не знаешь, заведется или нет. Живет своей жизнью. Петя, угомонись. И на такой рухляте должен ездить отец президента? Если б тебя сейчас слышал, Вася. Вася на маршрутке не ездит. Водитель, пожалуйста, можно включить кондиционер? Ну, просто нечем дышать. Дышите. Спасибо. А по льготному можно? Нельзя. Вот у меня уже есть два льготника. Подожди немножко. Если вы о нас, мы сейчас выходим, заходите. Спасибо. Да, давайте. Как выходим? Юрий Иванович, дальше мы пешком. Пешком? А сколько нам тут осталось? Не, ну, сколько там нам осталось, мать? Ну, лет 10-15. Чего это? Хорошо, мне 20. Ну, так что мы с тобой на старости лет не можем пожить, как белые люди, а? О, вот это что? Это что, телевизор, а? Вот таких и два осталось, понимаешь? У нас и в музее до потопной техники. Чем тебя телевизор не устраивает? В средней осадин. Дорогу плохо вижу. Вчера чуть в дерево не въехал. О! Да, слепнул на грозах. А! Черт! Это что за дорого? Это что, пылесос? А что? Это не пылесос, это пыледуй. Надоело, все надоело. Ну, надо все в этой квартире менять. На какие деньги меняла? Успокойся. А, на какие деньги? Ты не понимаешь, мать? Не понимаешь? 37 лет назад мы с тобой купили лотерейный билет. Какой билет? Вот этот. И теперь сорвали джекпот. Что ты несешь? Все. Сейчас все принесу. Где моя рубашка? Кто его здесь поставил? Ты! Юрий Иванович, вы все-таки не до конца меня понимаете. Сегодня просто недопустимо президенту страны слуги народа между городом. Ну, зачем вы так? А как еще? Меня, президент, чиновников, депутатов, нас всех выбирает народ, чтобы мы ему служили. Слуги? Ну, мне больше нравятся менеджеры страны. Хорошо, но почему все должны пахать на содержание этих менеджеров? Это бесконечные резиденции, автопарки, прислуга, охрана. Да, господин президент. Что? Звали. А, так, так, все. Мне это уже надоело. Ребят, все. Спасибо вам большое. Я в ваших услугах не нуждаюсь. Вы свободны. Охрана – это скорее необходимость, нежели роскошь. Мир Иванович, нет никакой необходимости. Я нормальный человек. Никому ничего плохого не делаю. Понятно? Мне она не нужна. Ну, Кеннеди тоже так говорил. И чем это закончилось? Чем это? Да вы что? Я же вам сказал уже нормально один раз. Вы все свободны. Спасибо. Не нуждаюсь. Какой-то бред. Да вы что, издеваетесь надо мной? Василий Петрович. Идите домой. Василий Петрович, вы, конечно, вправе отказаться от своей охраны. Ну, мы ее, пожалуйста, оставьте. А, это ваш? Угу. Извините. Ничего. Простите. У Кеннеди, кстати, была охрана. И чем это закончилось? Значит, ее было недостаточно, Василий Петрович. Это что? А, это теперь мой первый зам по уборке. Пойдем, пойдем. Пойдем, мать. Все, хлопцы, спасибо. Теперь мы сами, все, сами. Мать, принимай аппарат. Махнул, не глядя. Нравится? Класс. А что ты пообещал в магазине потовой техники? Ничего особенного. Освободил от налогов на 10 лет. Убей. Мать, шучу, все, он опять. Да ну тебе. Ничего не обещал. Васька все порешает. Мать, это тебе гостинец. И как это называется? Это называется справедливый коммунизм. Нам по потребностям независимо от способностей. А это что за ключ? Мать, я смотрю, и тебе телевизор зрения посадил. Тут же ясно, не по-русски написано. БМВ. Хотя, что я тебе рассказываю, ты же в машинах ни Б, ни М, ни В. Ты что, и машину купил? Ну, громко сказано купил, пока думаю, ты здравь. Это не перебор, Петя? Перебор, это если я тебя на молодую гимнастку поменяю. Не смешно. Да? Кто это? Сюрприз. Мы же с тобой не завод отжали и не заповедник загробашили. Так, по общим меркам, сама скромность. Мое почтение, Сергей Сусельдорф. Дизайнерское бюро Сусельдорф и партнеры. Вы звонили? Мы... Звонили. Проходите, товарищ Сусельдорф. Значит, из вот этого будем делать Версаль? Будем. Юрий Иванович, я думаю, начать с безработных и пенсионеров. Ну, так с этого и начнем. У нас как раз сейчас встреча с безработным пенсионером. В смысле? Ну, с нашим бывшим президентом. Ага. Василий Петрович, ну, это традиция такая. Сейчас произойдет передача власти, потом фотосессия, легкий фуршет, а затем уже ваш секретарь. А, кстати, вот и она. Знакомьтесь, Белла Рудольфовна, ваш правой рук. У нее всегда и во всем четкий немецкий порядок. Не совсем у нас щипы. Кабинет президента все еще не готов. Я думал, этот вопрос давно уже решен. Мы ничего не можем сделать, у него ружье. Откуда? Подарок. От замначальника Ушгоровской таможни. Ах. Ах. Пресса в курсе? Слава богу, нет. А что происходит? Ваш предшественник, он закрылся у себя в кабинете, никого не подпускает и говорит, что он легитимный. Требует литр водки, лок сигарет и политическое убежище в Югославии. Так Югославии же нет. Он-то знает. Именно поэтому требует водки. Сергей Павлович, Сережа, голубчик, перестань валять дурака. Ты меня слышишь? Твой срок вышел, народ выбрал другого. Я требую перевыбора. Выбрали какого-то какого-то, блядь. Оставьте меня в покое. Сереж. Извините, я думал, оно не заряжено. Значит так. Я даю вам 48 часов. Иначе... Иначе что, Сережа? Ну, ребёнки, ну, милики, ну, захоти как-нибудь помешаем, Юрочка. Ну, я войду тогда. Здрасте. Уйдите, уйдите, все, я буду стрелять. Белла, уйди. Чит-чит. Сережа, ну, что за цирк? Ну, это же не выход. Согласен. Юра, надо что-то делать. Надо что-то делать, Юра. Что, Сережа? Давай изменим конституцию. Ну, как? Ну, как обычно, мы меняли же, Юра. Ну, там нечего менять. Давай пересчитаем голоса. Ну, всё пересчитано. Я хочу сам, лично, каждый пилетит. Ну, зачем пересчитывать твои три процента? Три с половиной, Юра. А у него шестьдесят. Да, ошибка. Ну, как может быть ошибка шестьдесят процентов, Серёжа? Да, ошибка всего народа. Я его прощаю, я дам ему второй шанс. Пусть голосуют, Юра. Давай спасём меня с МС-голосованием, Юра. СМС-голосование, Юра. Ну, что ты молчишь? Да, делай что-нибудь, скотина. Серёжа, ну, пора. Я тебя прекрасно, как человек, понимаю. Не понимаешь. Да, понимаешь. Я говорю, понимаешь. У меня украли страну, Юра. Целую страну. У тебя была когда-нибудь своя страна. Я жил в ней, ел в ней, пил в ней. Я хочу умереть вместе с ней, Юра. Я работал, как вол. Я посидел. Я... Я выучил украинский, Юра. Ну, тогда ты мусишь знати прислевия. Час не кинь, не підженеш, ты не зупинеш. Я... 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 Не говори со мной на этом непонятном языке. Серёжа, ты сильный. Я в тебя верю. Ты сможешь. Я слабый, я больной человек. Серёженька, родной. Ну, ты сильный. Я слабый, больной человек, Юра. Оставьте меня в покое. Нельзя увольнять больного человека. Это не по закону, Юра. У меня инсульт. Серёж. Ну, ну, ну. Оставь меня. Оставьте меня всем в покое. Дайте мне спокойно умереть. Дайте где-нибудь в Закарпатье. Дайте. Дайте мне Закарпатье. Порт Одесский, дайте. Землю, воды много. Моря кусок большой, акваторию целую. Дайте рыбу. Какую рыбу? Не знаю. Камбалу, Киньку. Бельфинов дайте. Я буду их поддерживать. Я люблю рыбу, Юра. Я сыну обещал сказку. Что я ему скажу? Ну, твоему сыну 30 лет. Он глава Верховного Суда. Это круче, чем сказка. Серёж, ну надоело. В конце концов. Юра. Хороший мой. Чуть-чуть. Давай косточку. Косточку. Хорошо. Я выйду. Молодец. Правильно. Я успокоюсь и выйду. Правильно. Я выйду и успокоюсь. Только сейчас уйди. Оставь меня. А сколько тебе нужно времени? Не знаю. День, два. Год, пять. Когда скажу, тогда и выйду. У тебя полчаса. Юра. Я тебя, Христов Бога, прошу. Юра. Сделай что-нибудь. Юр. Я понимаю, Серёж. Понимаю. Конечно. Мы что-нибудь придумаем. Правда? Ну, конечно. Я тебя когда-нибудь обманываю. Спасибо тебе. Брат. Дай мне. Развалились. Стванул. Какую страну, Серёж? Югославию. О, было чао. Было чао. Было чао. 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 Юра. Серёж. О, было чао. О, было чао. О, было чао. 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 Вызывайте спецназ. Не надо спецназ. Может, я попробую? Пожалуйста. Василий Петрович, думаете, у вас получится? Да что же вы попробуете, Василий Петрович? Я, как заучи, его лично умоляла. Мы всем коллективом его умоляли. Мы ему два выходных банкета сделали. Я ключи у него от кабинета забирала. Но он же, как котяра блудливая, всё время находит дорогу домой. Нет, я, конечно, с уважением отношусь и к его заслугам, и к его возрасту, в конце концов. Раисандри, поверьте, я смогу найти к нему подход. Да? Мы же историки, а значит, понимаем друг друга с полуслова. Ну, дай я вам. Я попробую. Да, дай. Закройте дверь, выйдите вон. Вы мне мешаете готовиться к урокам. Я, конечно, понимаю. Перестаньте, молодой человек. Я вот в этой школе всю жизнь, а мне они присылают на смену какого-то мальчишку. Ну, мне кажется, возраст никогда не был показателем. Вы вряд ли знаете эту китайскую мудрость. Ничто так не страшит, как неизвестность. Вот неизвестность, в данном случае, это вы. Ну, с Лао Цзи не поспоришь. Хотя мне больше нравится персидская мудрость. Нельзя оценить колесницу, пока сам на ней не прокатишься. Так вот я, в данном случае, это колесница. А что вы скажете насчет японской пословицы? Хорошим воином может быть один из десяти, императором один из ста, а мудрым сенсейм один из тысяч. Ну, с другой стороны, еще древние майя говорили, что мудрецом нельзя родиться. Ну, мудрецом можно стать. Вот оно, современное образование. В смысле? Какие же это майя, когда это ацтеки? Нет, какие ацтеки, вы путаете, это майя. Сейчас я вам все докажу, что достает. Моя любимая пословица. Ну, ну что там? Страница 19-16. Это майя, железно, что там вы ищете. Вот. Правда, что майя? Да. Мне кажется, я сейчас припоминаю, в каком-то источнике я читал, что это ацтеки. Да. Ну что ж. Снимаю перед вами шляпу. То есть не перед вами. Перед вашим учителем. Хотя, как гласит балканская поговорка, хорошему учителю может быть лишь тот, кто сам был хорошим учеником. Вы не волнуйтесь, Аркадий Григорьевич. Я удержу высоко поднятую вами планку. Ведь на самом деле успех любого предприятия, как говорится, стоит на трех китах. Это трудолюбие, честность и справедливость. Кто так сказал? Василий Голобородьков. Да, да, да. Кто это? А не важно. Ну что, я теперь спокоен. История нашей школы в надежных руках. Позвольте пожать одну из них. С удовольствием. Я спокойный. Украина в надейных руках. Господин президент, пару слов о ваших планах. Доброго дня всем. Ставлю миллион, что этот мальчик не протянет больше месяца. Трудолюбие и честность. Я чуть о смеха не... В общем, Юрий Иванович, когда назначишь перевыборы, позвони, я участвую. И прослите, пожалуйста, чтобы этот лошара ничего не менял в моем кабинете. Трудолюбие и честность. Думаю, на все про все нам понадобится полгода. А где мы все это время будем жить? Поедем отдохнуть к Костюкам в Закарпатье. Дому приглашали. Кстати, в Закарпатье в пентхаусе прокурора мы сделали камин. Настоятельно рекомендуем. Делаем. Где мы и где прокурор. Да, мать? Прекрасно. Обои меняем. Всю мебель меняем. Кстати, мои партнеры по бизнесу владеют мебельным салоном. Настоятельно рекомендуем. А мебель дорогая? О чем вы говорите? Все в подарок. Для них это честь. Ну, разве что в содействии президента в мелких таможенных нюансах. Посодействуем, пусть везут. Считайте, уже у вас. Так, здесь мрамор. Здесь, ну, я что-нибудь придумаю. А здесь маленький фонтан. Я считаю, что для жилища прислуги самое то. Простите, а мы где будем жить? Вот столовая. Вот ваша спальня. Вот спальня президента. Это спальня полищуков. Сам соседей. А полищуги это проблема? Не проблема. Они давно собирались переезжать. Да, варимся. Вот тут мини-гольф, бильярд и боулинг. Там микулинки. Микулинки это проблема? Не проблема. Они ждут пополнения. По-любому придется расширяться. Вот здесь сад камней. Медитация. Очень успокаивает нервы. Слыхала мать, успокаивает нервы. Там Римма Марковна. Римма Марковна. Это проблема? Не проблема. Римме Марковне 87. Уже вообще договариваться не придется. Петя. Ну, конечно. Кстати, я одной пожилой мамаши у Крафтодоровца сделал бассейн. Настоятельно рекомендую. Слыхала мать, бассейн. Петя, остановись. Бассейн-перебор. Места не хватает. Так не здесь же. На крыше дома. Мать, на крыше дома. Бассейн. И персональный лифт. Слышаю, господин президент. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела в стране? Хорошо, господин президент. Хорошо. Спасибо. Итак, Василий Петрович. Я подготовила для вас краткие отчеты о положении дел в стране. Ну, давайте. Красные папки. Экономика, промышленность. Синяя. Энергетика. Спасибо. Желтые. Сельское хозяйство. Зеленая. Внешняя политика. Законы для ознакомления. Черная папка. Указы для подписи. Серая. Папка. Да. Так. Ну, а что вы на меня так смотрите? Я вам не нравлюсь. Ну, у меня пятый. Скоро будем лучше жить. Соседям одолжить. Сможем, если выберем его. Деньги отложить. Накопить на пенсию детей. На отдых. Ведь он придет и даст коррупции. Всего ты. Ау-ау-а. У нас будет слуга. У нашего народа. Наконец-то ура. Ау-ау-а. Наш собственный слуга. Встречаем вас, странно. По обоим берегам. Прекрат. Слуга народа. Спасибо.